Мировая революция современной эпохи Мировая тема для многих коллег, для многих товарищей может быть неожиданная, потому что возникает вопрос, а что за мировая революция такая, современная ещё к тому же эпоха? Ну давайте тогда вспоминать, где, когда, какие эпохи происходят. Что такое эпоха? Эта эпоха — это очень большой период в жизни человечества, который ознаменуется действительно эпохальными событиями. Если подходить со строго научной точки зрения, то человечество переживало несколько эпох. И, конечно же, именно марксизм эти эпохи по-научному исследовал. Речь идёт о формациях, об общественно-экономических формациях. То есть первая формация, известная в науке, изученная, самая далёкая — это первобытный коммунизм. Или, как у нас в учебниках называли, первобытно-общинный строй. Ну такое хорошее русское слово «строй», но правильнее говорить — это формация под названием первобытный коммунизм. Эта формация самая длительная в истории человечества. По разным оценкам антропологов, человечеству где-то около миллиона лет. Сейчас находят останки наших предков, которые сроком даже больше. Понятно, там был очень переходный период, где такое переходное состояние от животных к высшим животным, к людям. Он длился тоже очень долго, но мы не будем антропологию сейчас сдаваться. Примерно современный человек — это где-то около ста тысяч лет. А если взять всё человечество, весь период это вместе с переходным, это миллион или даже более миллиона. И интересный момент. То, что мы понимаем под современным, под цивилизацией, а цивилизация у многих ассоциируется с государством, это не совсем правильно. Ну вот государство, если правильно говорить, период, когда человечество уже жило в форме государственной, это около десяти тысяч лет. Вот представьте себе, миллион лет развития человечества и десять тысяч лет цивилизации, которые многие считают истинной историей. Хотя-то тоже мы обсудим, что такое истинная история. Когда человечество начинает жить настоящей историей. Получается, всего лишь, если провести на доске такую линию длиной в метр, то кусочек мела, он около сантиметра толщиной. Вот это вот на этой линии развития человечества, вот это весь период так называемой цивилизации, или, правильнее сказать, государственной формы развития человечества. А всё остальное, 99% примерно, это первобытный коммунизм. То есть человечество жило в первобытном коммунизме в самый большой период времени. Ну, понятно, что шло постепенное развитие, шло развитие производительных сил, изменялись производственные отношения по мере развития производительных сил, по мере того, как люди производили всё больше и больше, находясь на грани выживания, некоторые племена просто умирали, потому что условия такие создавались, они не могли выжить. Другие выживали и дали потомство соответствующее. И вот развитие происходит. От элементарного собирательства уже до такой развитой охоты, когда появляется не только копьё, но и лук, и когда уже возникает лук, используется лук, то уже небольшое количество людей, это могло уходиться, могло выживать. Затем, соответственно, уже стали выращивать различные культуры, ну, как правило, злаковые, и тогда ещё больше производительность труда. И наступил момент, очень важный момент. Этот момент означает первую мировую эволюцию, когда стали производить столько, что хватало не только на выживание, не только на, говоря научным языком, воспроизводство рабочей силы, но и сверх того. Такой момент обязательно должен был наступить в истории человечества, и он наступил. И этот момент означал эту революцию. Эта революция длилась, ну, наверное, десятки тысяч лет. Ну, не сотни, но десятки тысяч лет точно эта революция длилась. Это вовсе не одномоментно. То есть где-то в одних местностях это раньше, в других — позже. Но так или иначе люди стали производить больше, чем было необходимо для воспроизводства рабочей силы. И возник этот излишек. Этот излишек называется прибавочный продукт. И вот история человечества вся тогда переворачивается. Революция, револьф — это одновременно и переворот, это одновременно и восстание. И вот это происходило незаметно, происходило в постоянной борьбе, естественно. И вот всё дальнейшее развитие человечества, за исключением периода коммунизма, который с 1917 года начал создаваться, — это была борьба за прибавочный продукт. Этот прибавочный продукт стал основой, естественно, государства. То есть раз появился этот продукт, он кому-то должен был принадлежать. Кому он принадлежит, совершенно очевидно. То есть всегда был вождь племени, всегда были воины, которые раньше все были заняты в производстве, в охоте, и различные духовные отцы, духовенства, шаманы и тому подобное. Вот они начали формировать верхушку этого государства. Уже тогда не было смысла убивать своих врагов. Появился смысл, чтобы этот враг стал работать, так как он мог производить больше, значительно больше. Ну, хотя бы, наверное, раза два больше, чтобы ещё кого-то кормить. Для того, чтобы этот раб, этот человек, который становился рабом, мог, соответственно, производить. Естественно, это было насилие, но это было закономерно появление такого общества. И вот это Первая мировая революция, можно назвать её рабоводельческой революцией. Затем пошло развитие данного рабовладельческого общества, данной формации, производственные отношения, которые основывались на присвоении этого продукта, производимого, этого прибавочного продукта, который производят рабы. На этом основывалось рабовладение. Мы знаем эти общества, это Древний Египет, Междуречья, очень развитая Древняя Греция, которая много дала человечеству в научном отношении, появление первых философских школ. Ну, они и раньше были, но такие вот, научные школы, даже материалистические школы. То есть уже теория атомов возникла в таком первоначальном виде. И вот развивается рабовладение. Но Рапта работает, прямо что называется, из-под палки. И тоже наступает момент, тоже это не быстро происходит, наступает момент, когда тоже развиваются производительные силы. И вот это развитие производительных сил приводит к тому, что уже отдельная, по сути дела, семья могла себя обеспечивать и производить прибавочный продукт. И тогда сами рабовладельцы, наиболее передовые, сами стали давать землю своим рабам, пользование. Возникли так называемые колонны. И вот эта вот система колоннатов, она была своеобразным образом следующей формации. Таким образом начиналась революция, она, конечно, проходила, это не основной путь был, основной путь был, что это варвары, которые из первобытно-общинного строя, по сути, сразу стали формировать нерабовладельческое общество. Это делалось несознательно, естественно, все это по объективным причинам. Они стали сразу формировать следующую формацию, формацию феодаль. Феодальная формация, это тоже следующая революция, феодальная. Феодальная формация на чем основа? На том, что землей владеет феодал, он является собственником земли, он наделяет участком земли крестьян, и крестьяне за это должны были отрабатывать какое-то количество дней на земле феодала. Ну а дальше развилась потом уже и так называемая отработочная рента, а затем уже больше земли стало у крестьян, стало выгоднее больше земли давать, чтобы они отдавали продуктам. А затем уже, когда развились товарные отношения, которые неправильно называют товароденежными, товароденежные отношения, это не научный термин, деньги сами являются товаром, поэтому это патологическое высказывание. Оно очень в учебники попало, и во многих учебниках товароденежные отношения. Правильно говорить товарные отношения. Вот эти товары, которые никогда развились, потом появилась денежная рента, и это уже подрыв, подрыв произошел феодального общества, феодальной формации. Ну и разумеется, он произошел не столько в сельском хозяйстве, сколько произошел в городах, в ремесленничестве, когда стали возникать много факторов. И вот появляется, как мы знаем с вами, капитализм, где люди свободные, свободные в двух отношениях, в отношениях того, что они свободны лично, они могут переходить с одного предприятия на другое, но они свободны от средств производства, и они вынуждены наниматься тому, кто является собственником средств производства, то есть капиталистов. Так происходят буржуазные революции. Вот эти буржуазные революции – это уже революции в привычном нам виде. То есть это уже ряд переворотов, ряд политических переворотов. Первый, как мы знаем, это в Голландии, это еще XVII век, некоторые даже относятся к XVI веку, начало этой мировой революции, тоже мировая революция. И вот эта мировая революция, которая началась в Голландии, ну, допустим, в XVII веке, это в форме войны с испанским владычеством. Затем укрепляется буржуазный строй революции в Англии, ну и уже совсем на ноги становится буржуазный строй. Это Великая Французская революция, это уже XIX век. Вот, и начало, ну, это, да, это начало, конец XVIII века, это потом продолжение в XIX веке. И мы уже видим эти революции. И когда закончились эти революции? Но если брать крупные страны, то получается такая интересная дата, которую мы все знаем, это 1917 год. В такой крупной стране, как Россия, произошла буржуазная революция. В феврале по новому стилю это март. Это март месяц, ну, февральская революция. 1917 год. Вот посмотрите, по сути, с XVII века по XX век, три века вот проходила эта мировая, революция. И вот в 1917 году, тоже, как мы все знаем, в 1917 году происходит самая великая в мире революция, Великая Октябрьская социалистическая революция, так мы привычно называем. Если подойти более точно, более дотошно, то это Великая Советская Коммунистическая революция. Советская, потому что возникло первое государство диктатуры пролетариата в форме Советов. Поэтому революция советская. И революция коммунистическая, потому что социализм есть первая фаза коммунистической. Началась Великая Коммунистическая революция. Сколько она продлится, мы видим, что уже более ста лет. Более ста лет идет мировая коммунистическая революция. То есть эпоха перехода от капитализма к коммунизму. Вот сейчас мы в этой эпохе живем. Эта эпоха началась в 1917 году. И до сих пор эта эпоха продолжается и будет наверняка продолжаться еще достаточно долго, пока большинство стран не перейдет, ну или все страны не перейдут к коммунизму. Ну естественно в первой фазе кто-то будет в первой фазе, кто-то будет во второй, переходить во вторую фазу в зависимости от развития производительных сил, в зависимости от развития рабочего класса, от количества времени, которое тратится на работу в материальном производстве. Если работа будет продолжаться 2-3 часа, а производительные силы позволяют уже на многих производствах работать 2-3 часа без снижения эффективности производства и объемов производства. то человек 2-3 часа работает в материальном производстве, производя материальный продукт, нужный для жизни общества, и, допустим, 5-6 часов занимается в театральной студии. Или, допустим, 2-3 часа в театральной студии, 2-3 часа занимается спортом, занимается семьёй, воспитанием детей. И вот получается, кто он, этот человек? Например, этот человек, он рабочий или он театральный деятель, или он актёр, кто он, или он спортсмен? Он, конечно, получается по большинству количества часов, он нерабочий, преимущественно нерабочий. Хотя он и рабочий тоже, потому что он производит непосредственно материальный продукт. Но мы забежали немножко вперёд. Итак, мы сосредотачиваемся на такой дате, как 1917 год. Это по старому стилю октябрь, по новому стилю это ноябрь. Даты мы с вами отлично знаем. И вот это началась современная мировая революция. Какая? Это мировая коммунистическая революция. Она есть мировая революция современной эпохи. Нашим великим предшественникам понадобилось порядка 20 лет, чуть меньше, 18 лет. Для того, чтобы пройти переходный период, сейчас я не буду рассказывать историю, мы все её знаем. Те, кто интересуется марксизмом, ленинизмом, все должны знать, конечно, эту историю, историю переходного периода. Это интереснейшая и важнейшая история в развитии человечества. И примерно в 1935-1936 году было построено первое коммунистическое общество на планете Земля. И, да, в первой фазе, естественно, в первой фазе, которую называем социализм. И вот социализм выполнил серьёзнейшую миссию, которая особенно важна в нынешний период Кимии, понимание этого. Это миссия борьбы с фашизмом и победы над фашизмом. Когда говорят, выиграли войну, немного, честно говоря, коробят, потому что что значит выиграли? Это не игра какая-то. Это победили, то есть беду одолели, одержали победу. То есть наши великие предшественники, наши великие, ну для нас они, для меня дедушки, для кого-то прадедушки, может уже есть прапрадедушки, одержали победу над страшным злом, над фашизмом. А фашизм потерпел поражение, немецкий фашизм, который был в форме нацизма, это определенная форма фашизма. Фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных элементов финансового капитала, наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Это не просто какие-то нечеловеческие поступки или действия, массовые убийства. Они и раньше были в истории человечества, не такие массовые, конечно, но были. Отличия фашизма от того, что делал Камерлан, вы знаете, вот эти картины, которые там рисовали известные художники, где пирамида черепов. это, конечно, тоже зверство, даже звери так не поступают вообще-то. Это не человеческие поступки, это преступления, которые когда-то считались, может быть, нормальностью. Так вот, фашизм — это порождение противоположности коммунизма, это порождение того, из чего коммунизм вышел путём отрицания, то есть это порождение капитализма. И это порождение капитализма на той стадии его развития, когда возникли и развились монополии. И эти монополии поделили страны монополистические, монополистического капитализма, поделили между собой мир. И уже в этих империалистической войне, в Первой мировой войне, был передел мира, но фашизма тогда ещё не было. И вот этот империализм, как высшая стадия капитализма, породил фашизм. Это выродка, по сути, империализма, капитализма. И этот фашизм, естественно, одной из задач этого фашизма в форме нацизма. Нацизма потому, что этот фашизм характеризуется национальной нетерпимостью, шовинизмом, ненавистью к нации и стремлением и практикой уничтожения других, представителей других наций и национальностей. Вот это именно характеризует нацизм как форму фашизма. Потому что был фашизм в Италии, он не отличался например, нацизмом и другие формы фашизма. Многие другие тоже не отличались. Нацизм германский отличался именно такой национально-националистической непримиримостью и стремлением практикой уничтожения других народов. И вот основной задачей фашизма, которую империализм поставил перед фашизмом, перед нацизмом немецким, германским нацизмом, было уничтожение коммунизма, уничтожение Советского Союза, раздробление страны, её захват, превращение русских, белорусов, украинцев, других представителей других наций в рабов. Значительную часть предполагалось уничтожить, а кого-то отправить за Урал на такое существование, на вымирание, по сути, не давая возможности нормально производить, нормально жить. И вот коммунизм в форме Советского Союза выполнил эту величайшую миссию в человечестве, в развитии человечества, в истории человечества, победил фашизм в форме немецкого нацизма. Дальше развитие. Очень быстрое было восстановление в нашей стране. Восстановление историки считают, примерно, 4 года произошло экономики. А учитывая, что против нас воевали немецкие фашисты со своими союзниками, с ленгарами, с румынами, с финнами, со словаками, хорватами, итальянцами, испанская дивизия была и так далее. И даже французские были части, в том числе в саму Бристаге французские фашисты стояли практически до конца, уничтожали их наши бойцы. Учитывая, какой ущерб был нанесен страшным в нашей стране, за 4 года произошло восстановление. Первыми отменили карточку, первыми начали снижать цены. На Западе не знаю, снижали ли вообще цены. Систематически снижали цены. И вот где-то в 50-х годах, но не где-то мы знаем, когда скончался великий человек Иосиф Виссарионович Сталин, который возглавлял, шёл по ленинскому пути, был продолжателем дела Ленина и возглавлял строительство социализма, его укрепление с 30-х годов и победу над фашистами. Он скончался в 53-м году, после этого была определённая борьба за власть и победу одержала группа дивизионистов во главе с Хрущёвом. И вот если датировать где-то 56-й год, это первый совершенно подлый доклад, лживый доклад по так называемому пункте личности Сталина, и уже это было подготовкой к тому, чтобы на 22-м съезде отойти от основных принципов, заложенных Владимиром Лениным, это принципы Марксом ещё, теоретически обоснованно Владимиром Лениным и товарищами соратниками принцип диктатуры пролетариата, это государство диктатуры пролетариата, не просто принцип, это была практика историческая диктатура пролетариата, была установлена, она развивалась, она должна была быть вплоть до полного коммунизма, первая фаза должна была быть полностью диктатура пролетариата, Эта декларатура исчезла бы вместе с пролетариатом, вместе с рабочим классом, точнее. Этого не дали сделать ревизионисты и отступники. И тогда начался переходный период уже от социализма, как первые фазы коммунизма. Капитализмом очень крепок был социализм в нашей стране, понадобилось 30 лет. Для того, чтобы этот строй, этот коммунизм в нашей стране разрушить. То есть разрушение произошло в основном изнутри. Конечно, при том, что этому способствовали империалистические государства во главе Соединённых Штатов. Вот произошла контрреволюция, которая началась в 62-м году. Произошла политическая контрреволюция, затем переходный период. Контрреволюционный переходный период. Но до этого я об этом не сказал, немного хронологию нарушил. Была создана мировая система социализма, мировая коммунистическая система. Эта система, как вы знаете, первое государство социалистическое, вернее, второй государство социалистическое — это Монголия. Все за Монголией страны центральной, Южной Европы, наверное, нет смысла перечислять. Ну, так, вкратце, это начиная с севера. Это Польша, не буду называть полные названия, чтобы не тратить время. Это Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Албания. Это европейские государства. Ну, Югославию вполне социалистическое назвать нельзя. Они так и не вышли с переходного периода, потому что сразу пошли не тем путём. Пошли путём деления общества на коллективы и собственность. Не формировали общественную собственность, а стали формировать собственность коллективов. То есть это, по сути, такой капитализм, но вот такие, состоящие из коллективов. Они, одни из первых, начали рушиться и пошатнулись. И те последствия, которые были разделения Южнославии, это во многом последствия этого неправильного пути. Ну и важнейшим, важнейшим это формирование мировой системы коммунизма. Это, конечно, длительная борьба китайской коммунистической партии, которая началась в 20-х годах, 20-го столетия. И интересный путь, который по-другому пошло развитием. И коммунистическая партия Китая, ещё не взяв власть, уже образовала армию, сформировала армию довольно большую. Она насчитывала в разные периоды от 100 тысяч до более чем миллиона человек. И вот эта армия боролась с буржуазным государством, Гоминданом, во главе которой стояла партия Гоминдан, буржуазной литературы Гоминдановской. Боролась с японскими захватчиками. И в 1945 году наша страна, победив фашистскую Германию, выполняя свои обязательства перед союзниками, очень строго выполняя, день в день буквально выполняя, за очень короткий период, времени одержала победу над, наверное, лучшей армией Японии, так называемой Квантунской армией, которая насчитывала около миллиона человек. Буквально за несколько недель эта армия была разгромлена, сдалась. И вот сотни тысяч японских солдат сдались нашим великим воинам, великим победителям. Это, конечно, оказало очень серьёзную помощь китайским товарищам и товарищам из Кореи. Некоторые говорят, что мы тут экспортировали революцию в Китай и в Корею. Да ничего подобного. Китайская коммунистическая партия боролась и успешно боролась. Конечно, тоже помогал Советский Союз. Но Советский Союз помогал и Гоминдану в борьбе против Японии. Потому что Япония была нашим непосредственным врагом. Китайская коммунистическая партия, Красная армия, Китайская коммунистическая партия, она сделала очень большое дело. Она помогала Советскому Союзу, борясь с японцами, воюя с японцами, не давали им возможности сосредоточиться на том, даже чтобы подумать о нападении на Советский Союз. Когда в тылу у них была такая серьёзная армия, потому что Гоминдан не очень-то воевал успешно и не очень большим желанием воевал с японскими захватчиками. Больше как страдающая сторона выступал. А именно бойцами были именно Красная армия Коммунистической партии Китая. И вот в 1945 году много трофейного оружия, не только трофейного, и наша страна передала вооружение, и велась серьёзнейшая гражданская война, которую я говорю, с 1930-х годов велась. Она продолжилась, эта гражданская война. Между китайскими коммунистами и Гоминданом. Которая завершилась в 1949 году победой коммунистической партии Китая. На огромной территории, с самым большим населением в мире, было образовано социалистическое государство, которое уже государство, диктатура пролетариата была установлена, значит, государство уже социалистическое. Диктатура пролетариата, государство социалистическое. В союзе с крестьянством, с беднейшим крестьянством. Так у них написано сейчас в уставе, что диктатура пролетариата. У них в уставе коммунистической партии есть запись, и эта запись носит принципиальнейший характер. В Китайской Народной Республике до сих пор переходный период. Они испытали самые разные зигзаги на пути своего развития, в том числе печальные. Различные увлечения были, левацкие, в том числе желание ускорить ход событий, быстрее построить социализм, быстрее построить коммунизм. Но начиная с 70-х годов, согласно закону переходного периода, именно такая экономика, где многоукладную экономику, она и раньше была, она была укреплён в принципе многоукладной экономики. И сейчас Китайская Народная Республика является самой сильной экономикой мира, самой большой экономикой мира, и не только по количеству населения, потому что Индия тоже примерно такое же население. А даже по такому буржуазному показателю, как валовый внутренний продукт, уже обошла по паритету покупательной способности. Но паритет покупательной способности, это, для примера приведу, если на 100 долларов в Соединённых Штатах можно купить один набор продуктов, то в России на 100 долларов, обменяв на рубли, можно купить продуктов наверняка в раза в 3, а то и в 4 больше. То есть это учитывая цены, структуру цен. То есть если по паритету покупательной способности Китайская Народная Республика несколько лет тому назад обогнала по показателю валов продукции Соединённые Штаты Америки. Это не удавалось даже Советскому Союзу, который сделал серьёзнейший рывок в 30-х годах, и затем в 50-е и 60-е годы, ну и в 40-е, развитие экономики было серьёзнейшее, но всё равно оставалось на втором месте по объёмам производства. Китайская Народная Республика первая по этому показателю, но важнее, что Китайская Народная Республика уже, наверное, лет 10, как первая по промышленному производству. Я всегда привожу такой пример, что в Китайской Народной Республике за две недели производится продукт, производится цемента больше за две недели, чем в Соединённых Штатах за год. Ну, представьте себе соотношение. И по металлу тоже самое. То есть промышленность китайская значительно больше, чем в Соединённых Штатах, потому что там нет этого двойного всякого счёта, который купал и продукт там считают и услуги парикмахерских, и гостиниц и так далее в этом. А если говорить об объёмах производства промышленного, это основа, материальная основа существования и развития любого современного общества, то Китайская Народная Республика уже первая, уже около 10 лет. Итак, сейчас, да, во Вьетнаме, это, да, Китайская Народная Республика, это миллиард 400 миллионов, ну, они считают, миллиард 380, я думаю, что уже больше. Вьетнам, Вьетнам, Социалистическая Республика Вьетнам, это 98 миллионов человек, сопоставимо с населением России, несколько меньше, но сопоставимо. Это героический народ Вьетнама, который воевал, начиная с 30-х годов, против всяких захватчиков и французов, и японцев, против Соединённых Штатов и победил Соединённые Штаты с помощью Советского Союза и Китая, победил Соединённые Штаты. Это ещё одна социалистическая республика, тоже находится в переходном периоде. Лаоская Народная Демократическая Республика, там население большое. Кубинская Республика, остров Свободы, тоже перешёл в переходный период, по сути, был в социализме, сейчас перешёл в переходный период, но тяжелейшая ситуация, когда Советский Союз, по сути, предал, потом Россия тоже отодвинулась, сейчас снова сближается Россия с Республикой Куба. И на особенном счету находится Корейская Народная Демократическая Республика. Корейская Народная Демократическая Республика, о которой рассказывают всякие там легенды, небылицы и так далее, это социалистическое государство, в котором построен социализм. Да, это первая база коммунизма. Да, там живут тяжело. Да, серьёзнейшая изоляция, блокада. Но сами производят ядерное оружие, вооружение, противостоят, получается, многим странам, потому что перемирия, которая была после Корейской войны, больше десятка стран находятся формально, близко к реальному, в отношениях войны, в военных отношениях, в состоянии войны с Корейской Народной Демократической Республикой. И у неё, по сути, нет другого выхода, как иметь очень серьёзную армию, содержать серьёзнейшую армию, тренированную и серьёзнейшее вооружение. И наличие ядерного вооружения во многом является гарантом того, что те же Соединённые Штаты, которые при Трампе пытались сломить сопротивление корейских товарищей, это им не удалось. Кроме того, если смотреть на Южную Корею, да, она, конечно, в некоторых отраслях очень быстро развивается и является лидером, прежде всего, в микроэлектронике, в автомобилестроении. Но это оккупированная территория, где американские базы, они не свободные люди, они зависимые люди. Если что-то они не так сделают, они будут также преданы, и как это было в Афганистане и в других местах Соединённых Штатов, очень легко обойдутся с ними, используя фашизм во внешней политике. Мы об этом тоже… Сейчас мало времени, но уже были наверняка у вас уже и лекции, занятия, где объяснялось, что такое фашизм Соединённых Штатов Америки во внешней политике или фашизм на экспорт. Это такое журналистское высказывание. Вот получается, что после того, как произошла контрреволюция в Советском Союзе, Советский Союз был, по сути, разрушен. Он не сам развалился, он был разрушен, сознательно разрушен. Он разрушен изнутри. И первыми приняли декларацию о независимости, о суверенитете. Парламент тогда, можно сказать, парламент, Верховный Совет, по сути, уже буржуазный парламент стал, когда это так принял. Это российский парламент, к сожалению. Первый шаг развалу, чтобы разрушать Советский Союз, уже непосредственный шаг. Шаги и раньше были предпосылки, создавались условия. Это был сделан, к сожалению, к нашему стыду, был сделан парламентом России. Затем последовала Украина, тем Белоруссия, уже вынужденный Казахстан и другие. Но Прибалтика там еще впереди. Старалась сбежать за драпштаном республики Прибалтика. И быстро-быстро, следом за этим событием произошли контрреволюции и завершились контрреволюции в Польше, в Чехии и Словакии разделилась тоже. Видите, как получается, что нет социализма, нет страны. А в Румынии, Венгрии, в Югославии это закончилось трагедией и прямой агрессии, экспансии, прямой агрессии Соединенных Штатов, НАТО, опять германские самолеты опять были в небе над Югославией. Тогда уже состояла всего лишь из Сербии и Черногории. В Югославии такая. Сейчас в Черногории уже ушла от Сербии и стала страной НАТО. Там страной, которая не входит НАТО, является лишь Сербия. Вот сейчас примерно такая диспозиция относительно мировой революции. Как дальше будет двигаться эта мировая революция? Для того, чтобы понимать, что это так и так, необходимо обратиться к очень короткой работе Владимира Ильича Ленина о лозунге в Соединенных Штатах Европы, где Владимир Ильич Ленин написал, что революция социалистическая, естественно, коммунистическая по содержанию, она проходит ряд этапов революции, переворотов, революции и контрреволюции. То есть контрреволюция тоже входит в процесс, к сожалению, это так и случилось, и контрреволюция тоже процесс мировой революции современной эпохи, эпохи перехода от капитализма к коммунизму. Как дальше будет проходить? Ну, никто в деталях этого сказать не может, это и невозможно, но тенденция достаточно понятна, достаточно очевидна. идёт развитие мировой коммунистической системы, прежде всего, лидер этой системы коммунистической Китайской Народной Республики, наращивает объём производства, наращивает своё влияние в мире, ведёт достаточно миролюбивую политику, но имея ядерное вооружение, гарантирует себя вместе с союзем, с буржуазной, демократической Россией, не очень подчёркиваю слово, буржуазной, демократической Россией. По сути, составляет определённый негласный союз, который делает непобедимым во взаимодействии этих двух стран, Китайскую Народную Республику, в дальнейшем мирном развитии, и если посмотреть по темпам роста, даже в эти годы коронавируса были приросты, Китайская Народная Республика показывает приросты, тогда как страны, которые подчинены единому империалистическому центру, и Соединённые Штаты в минусах, и даже когда у них какие-то есть 2-3% прироста, Китай показывает 7-8%, 6-6%, то есть всегда на 2-3% пункта больше. Что это означает? Что в течение обозримого десятилетия Китайская Народная Республика, то есть полтора-два десятилетия Китайская Народная Республика, объёмы производства будут больше, чем в Соединённых Штатах Америки и в странах, в сателлитах Соединённых Штатах Америки, то есть прежде всего в Европейском Союзе, Канада, Австралия, если так называть не все подробно. А что это означает? Это означает, что развитие социалистического государства, социализма, оно предопределяется вот этим достаточно быстрым, быстрыми темпами роста. Конечно, они могут и замедлиться, и сейчас замедляются, потому что есть обстоятельства разные, будут воздействия. Сейчас у империалистического центра, по сути, один выход — это пытаться ограничивать всеми силами, ограничивать развитие Китая, и это делается не только непосредственно по Китаю различными таможенными пошлиными санкциями, на Китай тоже ряд санкций наложено, но и потому, чтобы ударить по негласному союзнику, тесному партнеру Китая Российской Федерации. И вот сейчас развитие идет таким образом, что происходит очень резкое обострение противоречий между двумя группами стран, одна группа стран возглавляется Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, несмотря на то, что это разные государства, одно буржуазно-демократическое, другое социалистическое, и в их орбиту входит корейская Народная Демократическая Республика, несмотря на то, что она проводит самостоятельную политику, и Вьетнам, и Лаос, и Китай, и Венесуэла, и ряд латиноамериканских стран, все ближе, Южная, Африка, буржуазные государства, тоже Индия, сближается, несмотря на противоречие, которые есть с Китаем, пограничные, прежде всего, сближается с Китайской Народной Республикой, потому что это, во-первых, необходимо с точки безопасности, во-вторых, это выгодно, потому что империалист до сих пор сосёт соки в виде того, что изымает прибавочную стоимость из значительной части буржуазного мира. поэтому здесь выход для развития это ограничивать возможности империалистического центра Соединённых Штатов, уменьшать оборот того же доллара, и вот сейчас это происходит, вы видите, что сейчас осуществляется попытка России продавать газ недружественным странам, даже есть перечень, специальный перечень, принятый законодательно недружественных стран, как недружественным странам Россия готова продавать за рубли. И сразу вы видите, как укрепился рубль. Был там заоблачные какие-то, сейчас уже 90 с небольшим, и тоже огромная большинство, но тем не менее, вообще-то рубль по паритету покупательной способности должен быть где-то около 1 доллар должен стоить порядка 25 рублей, 27 рублей. Это если по паритету покупательной способности. И развитие социализма, развитие коммунистической, мировой коммунистической революции современной эпохи, это прежде всего развитие Китая и других социалистических стран. Ну и Россия во многом идёт в тренде, в этой тенденции к тому, чтобы усиливать государственное регулирование, несмотря на либеральную буржуазную идеологию, прежде всего в экономике, в экономической политике, которую проводит Министерство финансов, особенно Центробанк, возмутительно совершенно это делает, очень удивлён, почему там переназначена этот председатель Центробанка, который установил вместе со своими соратниками, чтобы не сказать хуже 20-процентную ставку, учётную ставку, которая не даёт нормально дышать нашей экономике, и надо вообще Центробанк менять его функционал, чтобы Центробанк становился банком, который кредитует те производства, которые являются важными и важнейшими для России, предприятия электроники, предприятия промышленного, предприятия оборонного комплекса, сельское хозяйство, то, что является важным и важнейшим, пусть там парикмахерские какие-то, не кредитуют Центробанк, а чтобы, минуя банки, это происходило. Но это тема отдельного разговора, не мог не отвлечься, потому что это очень возбудительный факт. Я надеюсь, что это будет исправлено, надеюсь, что это будет исправлено в ближайшее время вот эта ставка. Кто бы это ни сделал, то ли Мобиулина, то ли ещё кто-то, но это должно произойти, должно вернуться к тем ставкам, которые были у нас уже близки там 4-4,5%, а лучше 2,5% по самым важным направлениям. То есть, подводя итог, необходимо сказать, что неизбежно, объективно, переход от капитализма к коммунизму — это неизбежность. Как это будет проходить? Это процесс разнообразной, формы будет разный, социализм, как и капитализм, формы в разных странах разная. У нас была советская форма, у других стран несколько иные формы, но советская — это наиболее последовательная форма диктатуры полетариата. У Китая несколько иная форма, но, тем не менее, переход от капитализма к коммунизму неизбежен, и он происходит. Происходит, и не было ни одного года, начиная с 1917 года, когда этот переход не происходил. Вот то, что я считаю необходимо сказать в данной лекции, которая называется «Мировая революция в современной эпохе». Это мировая мистическая революция. Спасибо, товарищи. — Вопрос первый. Здравствуйте, Григорий Иванович. Часто слышу о корпорации департимных жильев в советских периодах, что такого корпорация является ли она частной собственностью, для чего ее облинили? Кооперация рождается в результате того, что по мере развития производительных сил, по мере развития средств производства, производственных отношений происходит разделение труда. И я сейчас говорю о производстве как раз. И, естественно, раз происходит разделение труда, то необходима кооперация, то есть совместная деятельность для того, чтобы создать процесс производства. У нас есть разделение труда, значит, должен быть процесс, который будет соединять эти разделенные виды труда в единый производственный процесс. То есть, так родилась кооперация, она родилась достаточно давно, а уже в капиталистическую, раннюю капиталистическую эпоху в мануфактуре эта кооперация очень получила большое развитие. Это у производства кооперации. Если мы говорим о потребительской кооперации, то это кооперация, то есть соединение потребителей с целью оптимизации совершенствования потребления. То есть, потребительские кооперативы, нам известны в основном в том, в том, в том, в том, жилищные кооперативы, когда собирались средства организационно, обеспечивалось организационное единство и, соответственно, начиналось строительство и получали люди получали жилье. Естественно, это все было запито. Насколько это принцип социалистический? Ну, конечно, это очень похоже на принцип действия потребителей в условиях товара, производства, но в условиях господства общественной собственности, которая, как мы знаем, двух формах была, это общественная собственность двух формах, в форме государственной собственности и в форме колхозной, кстати говоря, кооперативной собственности, вот там кооперация производства. То кооперация потребительская, она вполне вписывалась в момент в это все общественное воспроизводство. То есть в рамках общественного воспроизводства это было вполне просто статистически. Вопрос от Александра Токарева. Что можно сказать о действующей группе в России, называющей себя МОД, народно-освободительное движение? Ну, я не изучал это движение как каковое. Насколько я что-то слышал, скорее всего, это что-то связанное с одним из патриотических движений. Больше сказать про это, правда, ничего не могу. Вопрос от Михаила Сергеевича. Насколько катастрофически скажется на российской экономике так называемая спецоперация на Украине? Ну, все зависит от результата. От результата, от срока. Я полагаю, что всегда есть две противостоящие тенденции. Во-первых, это непосредственно затраты материальных ресурсов. Это, ну, естественно, военная операция ведется, может быть, без того, чтобы не были затрачены ресурсы, которые создавались годами, а то и десятилетиями. В этом смысле, конечно, придется восстанавливать это, то есть обращать государственные средства на то, чтобы восстановить цена роботехники, ракетной техники, потраченной техники. Какое удовольствие необходимо для обеспечения резервов в период учения или вот таких, такой специальной операции достаточно обширной? В этом смысле затраты. Это самое непосредственное. Если говорить о положительном исходе, на что, конечно, мы все рассчитываем, все люди, которые связывают себя с Россией одной судьбой, то обеспечение в перспективе дружественной, соседской, сотрудничающей с Россией республики, которая является Украина, и вот республики Донбасса, ДНР, ДНР, которые, конечно же, в Украине уже не будут, то это может дать определенный толчок к развитию экономики России. Как известно, Украина была частью Советского Союза, как и другие 14 еще республик, и это был единый, живой, производственный, в целом общественный организм, и то, что сейчас троепроводы, то, что сейчас энергосистема, восстановление этих связей, конечно, положительно скажется на экономике России. Кроме того, еще и, безусловно, с точки зрения той же макроэкономики, будет включен так называемый мультипликатор, то есть, когда один рубль, ну, условно говоря, один рубль, допустим, миллиард рублей, вложенных в восстановление экономики России, прежде всего, в Украине, он принесет 3-4 миллиарда рублей в оборот из других источников, и это, конечно, обеспечит развитие производства. Ну, это мультипликатор такой поверхностный, в общем-то, видение об ужасной макроэкономики так видит. На самом деле, вложение в, прежде всего, производство средств производства, особенно производство средств производства для производства средств производства, это вовсе не кавтология, много похожих слов, но это очень такая четкая категория. То есть, первое подразделение в теории воспроизводства Маркса, это часть подразделения, где производятся станки и оборудование, микросхемы и так далее, это все даст огромный результат с точки зрения развития производительных сил. Но, повторяю, это в случае успеха. Если же будут различные уступки, если останется значительная территория под влиянием Соединенных Штатов Америки, которые насадили фашизм на Украине, то, конечно, это будет очень сложно. Очень огромные средства надо будет тратить на обеспечение безопасности тех государственных образований, которые будут сформированы и формируются сейчас на бывшей территории Украины. Прежде всего, Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика постоянно надо будет держать огромное количество войск, для средств, зенитных средств для того, чтобы обеспечивать безопасность территории России. Вы уже знаете, что и Ростовская область уже подвергалась ракетным обстрелам в Таганрог, уже летели ракеты, и Болгородская область подвергается уже ракетным обстрелам. То есть, если это не будет завершено и не будет, по сути, капитуляция этого режима, то не будет зависеть на правительство, как и будет, как и будет нормальные отношения с Россией. Это, конечно, очень серьезные затраты. Если говорится о санкциях, которые, видите, Ваш вопрос вынужден на несколько подвопросов разделить, потому что он сформулирован очень общен в Ваш вопросе. Если это будет о санкциях, то пока большая часть санкций не является действием для нашей экономики. Граничное оборудование ограничений, это ограничение фейс-спорта, и ограничение фейс-спорта из нашей страны, и ограничение импорта в вазу для нас. При правильной экономике, если появляется политика долгосрочного планирования и программирования, то, что у нас может опланировать, допустим, та часть частного сектора, которая не поддается, например, планированию, в силу своей стихийности, то программирование этой части, наоборот, это будет стимулировать производство оборудования, станков, микроэлектроники на территории России и в рамках российских объектов. И в этом смысле, в долгосрочном отношении, это в пользу. Такие вопросы? Да. Здравствуйте. Не кажется ли Вам, что Китай все-таки больше склоняется к капитализму, чем к социализму, особенно после бухаринского высказывания «Обогащайтесь Дэн Сеопином?» Дэн Сеопин довольно-таки, ну, уже, ну, что-то подобное сказал, я не уверен, что он именно так сказал. Я нигде не считал, но, может быть, Вы приведете ссылку, тогда я ее посмотрю, для того, чтобы убедиться. Потому что очень много всякого входит и про Дэн Сеопина, и про других руководителей. На самом деле, Китай в конце 70-х годов развернулся в сторону многоплатной экономики. У них были очень серьезные зигзаги, и очень быстрого такого, с ливацкими заскупами, движения вперед. Это и когда и воробьев побивали, и когда делали в населенных пунктах донны по переработке, по выработке металлов. Это все было. Была так называемая культурная революция, которая вышибла в Китае на несколько лет, по сути, из нормального экономического развития. И поворот, который после смерти Мао Кудуна произошел к многоукладности, он, к сожалению, не произошел так, как было у нас в стране, когда Владимир Ильич Чеевич четко сказал, что мы идем на такие-то шаги, вот эта многоукладность. Ну, известные эти уклады практически все мы будем перечислить. Это патриархальный уклад. Я, когда был в Китайской Бородной Республике, видел в том числе представителей этого уклада, он не бывает в чистом виде. Патриархальный уклад – это натуральное хозяйство, примитивное. Он тоже, этого хозяйства тоже, конечно, уже проникается другими отношениями. Но все-таки есть. Есть мелкотоварный уклад, мелкобужуазный, можно назвать. Есть капиталистический, частнокапиталистический. Есть государственно-капиталистический уклад в Китайской Бородной Республике. Есть коммунистический уклад, если правильно называть его. То есть практически все те же уклады, которые были в Советском Союзе, которые, ну да, в Советском Союзе можно сказать, потому что уже с 1922 года, например, эта политика пошла, но если Владимир Алексеевич четко сказал, что эти уклады – это на время, да, это определенное отступление, но отступление по отношению к чему? По отношению к военному коммунизму, который был вынужден, военный в кавычках, вернее, военный в кавычках, коммунизм в кавычках, то есть там не особо коммунизм там был, а просто вынуждены меры прямого управления, использования денег, изъятия продуктов, распределения в армии, распределения на предприятия. Это было, это был так называемый военный коммунизм. И вот в отношении к военному коммунизму была новая политика экономическая. А по сравнению с тем, что было в 17-м году, в конце 17-го года, в начале 18-го года, еще до того, как развязана была белыми интервентами гражданская война у нас на территории Советской России, то тогда была эта политика проводилась, никакой новой она не была. То есть это был возврат к тем принципам, которые были до гражданской войны. Но у нас четко было заявлено, с научной точки зрения, все правильно. Кстати, Бухарин действительно не понял, сначала одного поворота не понял, потом другого поворота. То есть слева коммунистов, потом вправо и перескочил. Но это потому, что он не изучал, не знал диалектики, о чем писал Владимир Ильич Ленин. Именно в отношении Бухарина. И это отступление закончилось уже Владимир Ильич Ленин, еще при своей жизни. Сказал, что мы заканчиваем это отступление, начинаем наступление на капитал. А под руководством Юосифа Виссариевна и сейчас Сталина это отступление было полностью прекращено. И было наступление, которое реализовалось регустаризацию и коллективизацию. Но Китай сейчас не существует, существует не в таких жестких рамках, как Советский Союз. Потому что знали все, что будет еще одна война. Сейчас Китай достаточно надежно защищен своими вооруженными силами, ядерным оружием. То есть Китай может достаточно спокойно и достаточно нервно развиваться. И вот эти уклады, да, еще есть специфика. У них есть что ли под уклад? В государственном капитализме есть государственно-монополистический, по сути дела, уклад. То есть в Советской России и в раннем СССР не вырос этот уклад вообще. То есть монополии не возникли капиталистические. Причем государственные монополии. В Китае есть государственные монополии, которые не входят в коммунистический уклад. Чем отличается коммунистический уклад от государственно-капиталистического и его под уклады государственно-монополистического уклада? Тем, что коммунистический уклад, он включен в план. Он работает в интересах всего общества, он реализует принципы, которые, коммунистические принципы, это всестороннее развитие всех членов общества, достижение полного благосостояния, а есть предприятия, государственные предприятия в Китае, и достаточно много, и они крупные, которые еще не включены в достаточно мере в план. Но тенденция такова, что сейчас, особенно с приходом Син Цзиньпина, укрепление его власти, там очень непростая ситуация, как мы понимаем, мы являемся диалектиками, мы понимаем, что идет везде борьба, и там тоже идет борьба, в том числе внутрипартийная. И Син Цзиньпин занял довольно-таки позицию, отчетливую, в пользу развития коммунистических началов в Китае. Китай сейчас находится в переходном периоде. Китай является, Китайская Республика является социалистическим государством, потому что там была коммунистическая революция, которая произошла в 1949 году. Ну, и там диктатура пролетариата, не просто заявлено, она реализуется, диктатура пролетариата, своеобразная, конечно, форма. Там нет такой формы, как у нас, вот, привыка советской формы, там несколько другая форма представительства идет различных классов. Ну, там переходный период, но с тенденцией к увеличению коммунистического сектора. Все больше и больше государственных предприятий, государственных капиталистических предприятий, в том числе государственных монополистических предприятий, переходят под более планомерный контроль государства и ставятся в подчинение. То есть для них прибыль перестает быть основным показателем и основным двигателем. Ну, например, строительство скоростных железных дорог. Они не прибыльны еще много-много лет, может, вообще не прибыльны в некоторых направлениях этих дорог. Но они строятся, и строятся в такой степени, что за 10 лет было построено таких дорог, ну, практически половина таких дорог в мире. То есть сейчас в Китае скоростных железных дорог больше, чем во всем остальном мире. Обычно они в большей степени в Японии и в западной, в западной Европе. И специально, а не планово-убыточное. А не планово-убыточное для чего? Для соединения Китая единое целое. Сейчас перевозка в Китай, это очень эффективно. Даже там очень много перелетов, естественно, самолетов, но даже если представить, что там самолет и перестанут летать, например, сейчас над Украиной, то китайцы будут перемещаться довольно эффективно и довольно быстро по всей стране. Таких примеров очень много. Развивает космос, развивает целые города, ставят задачи и целые города возникают. Я не говорю там, где риэлперы, не риэлперы, а понастроили погоню за прибылью, а именно с точки зрения развития производства. То есть Китай все больше и больше идет к усилению коммунистического уклада в экономике, который они называют сектором. Так называется, сектор экономики. Кроме того, к этому подталкивает Китай ситуация в мире и противостояние с Соединенными Штатами Америки. Как лидером, как и перероссийским центром, как лидером капиталистической части мира. То есть даже если бы они немножко хотели затормозить, в этом направлении им, наверное, не удастся. Потому что те ресурсы, те, вернее, перспективы, связанные с развитием других укладов, в том числе капиталистического уклада, они все меньше и меньше становятся. Этот ресурс уже иссякает. И инвестиции, которые могли быть сделаны, большая часть уже сделана. И теперь инвестиции, в значительной степени будут государственные инвестиции в целях развития всей китайской экономики. Хотя там борьба идет, никакой там благостности нет. Она очень сложная, тяжелая. Висход неоднозначен, но тенденции такие, что увеличивается коммунистический сектор экономики. Вопрос от Анны. Видите ли Вы какие-то моменты, позволяющие надеяться на рост благосостояния трудящихся в буржуазной России при нынешней власти? Да, при любой буржуазной власти основная перспектива роста благосостояния трудящихся – это оплаченность и борьба самих трудящихся. Все мы это отлично знаем, что зависит от степени активности, прежде всего рабочих, как наиболее организованных, наиболее заинтересованных в том, чтобы развивалось производство, развивалось все общество. Потому что только рабочие не могут улучшить своего положения, не улучшая при этом положение других. Все остальные могут улучшить свое положение, не улучшая, иногда даже ухудшая положение других. Капиталисты, да, легко, так они и делают. Даже вот значительная часть интеллигенции может улучшить свое положение безотносительно положения всех остальных. А рабочий не может это сделать, рабочий. Почему? Чтобы улучшить свое положение, чтобы получать больше, рабочий должен работать лучше, должен произвести продукт. Произведя продукт, этот продукт достается не только рабочим, то есть улучшает положение другим, или, по крайней мере, обеспечивает другим. И таким образом, да, налоги также платят предприятия, потому что рабочие работают, производят продукты, после реализации которых платятся налоги. То есть сама консультация рабочих, усиление сознательности рабочих и вокруг еда рабочих других трудящихся, конечно же, может приводить и приводит, должно приводить к улучшению положения. Только в борьбе, только через формирование соответствующих требований капиталистам, оформленных в самом лучшем виде, это в самом системном, целостном виде, это, разумеется, в коллективных договорах. И договор коллективный, как вы знаете, не может быть заключен хороший, крепкий, надежный, если не будет забастовки, либо угрозы забастовки. Да, забастовок мало в России, ну, Казахстан вам показывают примеры игры про беспорядки в Казахстане. Нет, это воспользовались всякие элементы, которые хотели устроить очередную, какую-то там, цветастую революцию, не революцию, естественно, а переворот. Я думаю, там тоже американцы в Соединенных Штатах посоветились. Хотя это внутренние процессы, а Соединенные Штаты могут влиять эффективно тогда, когда есть основа во внутренних процессах. А вот я говорю о рабочих Казахстанах, особенно о добыче тех, кто добывает, в нефтяниках, обслуживающих нефтяные корпорации. Это, они показывают примеры. Я думаю, что как раз так начался быстро развиваться мир, что и осознание рабочих, что больше и больше будет приходить. Сейчас все это просто происходит, и противостояние санкции. Санкция не должна происходить за счет трудящихся. Капиталистов достаточно средств для того, чтобы это было за счет капиталистов. А что за счет капиталистов? Да пусть они вкладывают в производство, вот и будут. Они же в себе сами увеличат это производство, тем самым увеличат количество рабочих мест, их ценность, создастся возможность увеличения заработной платы. Есть объективные предпосылки к увеличению заработной платы. Все больше и больше нарастают. Я в 2013 году написал диссертацию докторскую, защитил ее, написал я раньше. И где-то лет за 7 до этого, я писал долго ее, уже когда, это значит было, по сути, в нулевых годах, обнаружил при исследованиях, это по воспроизводству совокупного работника, я писал, то есть по рабочему классу. И тогда я заметил, что есть дефицит рабочей силы, прескоквалифицированный и, кстати говоря, низкоквалифицированный. Вот высоко квалифицированный и низкоквалифицированный. И сейчас этот дефицит нарастает. И демократические у нас потери серьезные, потому что все меньше и меньше рождаются, все больше и больше умирают. То есть на самом деле дефицит рабочих, сейчас уже многие предприниматели, капиталисты вводят, что нет сотрудников, нет рабочих, то кадровая проблема, самая главная проблема дальнейшего существования капитализма в нашей стране. Этим надо пользоваться, ну по одиночку все равно это воспользоваться сложно. Надо коллективами и солидарность между коллективами поддерживать друг друга в этой тяжелой борьбе. Да, я говорю, азбучные истины, но они, это ну и азбучные, потому что они всем известные истины. От этого они меньшими истинами не становятся. Да, добавлю к этому, что откуда эти средства? Говорят, там капиталистов ободрали, у них забрали. Да то, что туда ушут, он в большую часть не вернется уже. Поэтому их ободрали, это можно сказать очень позитивно, что их ободрали, яхты всякие позабирали. И все такое, всякое такое, это все, конечно, мелочи. А то, что им оттуда уже тяжеловато деньги таскать, и капитал, они тут вытаскивают ресурсы. Выводят ресурсы, продают по низким ценам своему какому, своей фирмочке за рубежом, а там уже продают по настоящим ценам. И деньги оседают там. Там множество способов. Даже, я уже неоднократно писал, я один из первых, кто понял вообще вопрос в науке после 90-х годов, о том, как используются, отвратительно используются амортизационные средства. Амортизационные средства – это те средства, которые необходимы для восстановления станков и оборудования, зданий, сооружений. То есть просто вернуть им возможность производить. И вот это примерно 10%. Ну, там по-разному, есть коэффициенты различные. Ну, по-моему, около 10% в год. От стоимости станков формируется амортизационный фонд. А – это отрицание морд, смерд. То есть, кто не умирал. Что производство не умирало. Так вот, у нас примерно по разным подсчетам, считал я и Виктор Иванович Галко, что у нас немножко расходится цифру, но близки к тому, что около 5 триллионов рублей амортизационных средств у нас каждый год формируется. Эти деньги просто-напросто достаются капиталистам и никак не контролируются эти спорты. И они эти средства, что с ними делают? Ну, часть, конечно, вкладывают в производство. Производство все-таки у нас существует. Нельзя сказать, что прямо у нас на производство нет. Это тоже будет передержка, глупость. Производство у нас есть. Раз мы живем, значит, производство есть, потребляем. Едим, живем где-то, то есть, ездим на чем-то. И, соответственно, из этих 5 триллионов рублей, меньше половины, по разным подсчетам, некое, что это 1-1,5 триллиона производства, остальное все доводится в предмет избыточного потребления наших капиталистов. И значительная часть выводилась за рубеж. Не в виде капитала, а в виде того, что я уже сказал. В виде денежных средств или в виде конвертировки в соответствующую. Ну, и выводится. Сейчас затруднено этот вывод. Даже если половину из того, что выводят, то выводят каждый год около 200 миллиардов имущества в различной форме. В денежной, в золотой, в виде нефти, газа и так далее. Алмазов, всего, чем угодно. Что у нас в уранах. Так вот, примерно на 200 миллиардов долларов безвозвратно уходит имущество. Это не то, что продают, нет, там на большую сумму все это продают. Я имею в виду то, что уходит из страны и не приходит уходила. Если даже половина из этого не смогут выводить, но все равно это производится, не смогут выводить хотя бы 100 миллиардов долларов, эти 100 миллиардов вынуждены будут оставить у нас в стране. И частью, извините, значительно вынуждены, они будут, чтобы они жадные, они хотят, чтобы это нарастало, они вынуждены будут это вкладывать где-то в производство, где-то в банки, где-то еще куда-то, я имею в виду. Финансовые учреждения банки. Точнее говоря, денежные. У нас в банке не очень-то финансовые учреждения. То средств предостаточно для инвестиций, правильно сказать, для капиталовложений и для того, чтобы увеличивать доходы рабочих. Вот это вот уже более полная ответственность ваша вопроса. Так, вопрос от Ивана Рябина. Может ли социалистическое государство, например, Китай, захватывать, осваивать территории других государств, буржуазных и не социалистических? Или это могут осуществлять только буржуазные государства? Ну, в истории Китайской Народной Республики был случай, ну, в таких случаях несколько, но вот это, я считаю, вопиюще, когда Китайская Народная Республика, сейчас не скажу точно, год, 78-м, что ли, ну, преданция вопию, напала на Вьетнамскую Республику, на СРВ, социалистическую Республику Вьетнам. Это ту республику, которая героически и впервые в мировой истории победила фашизм США во внешней политике. Ну, с помощью, кстати говоря, того же Китая, но и в большей степени с помощью СССР. То есть Китай помогал, и неплохо помогал. И вот в 78-м году Китай решил проверить, насколько обороноспособность Вьетнама. Ну и проверил. Вьетнамцы очень здорово дали по зубам, китайцы откатились с большими потерями. Хотя там после проводил операцию в Великом Боже, по-моему, в Кампучии, когда донецкие извратители людей социализма и коммунизма там применяли всякие, ну, по сути, убивали огромное количество людей. И пытались показать, что это социализм. Так вот, вьетнамцы помогали народу Кампучии расправиться с этими кровавыми диктаторами. И войска, в значительной степени, были отключены. И Китай ввел в свои войска, ну, не очень большое количество войск, но тем не менее, вьетнамские ополченцы, и поддерживаемые уже и армейскими частями, в достаточной степени нанесли серьезные поражения, и войска Китайской Народной Республики ушли. Но это, я повторяю, величайший случай, не зная, что в социализме есть момент отрицания коммунизма. То есть в социализме есть, основное это непосредственно общественное, коммунистическое, но есть и моменты в отрицании. И вот это как раз тот случай, когда этот момент отрицания, ну, явно выросился. То есть в данном случае Китай поступил не как коммунистическая страна. Он отрицал данный случай, если не сущность, но быстро вернулся к этой сущности. Ну, Китай еще обвиняет то, что он и бед захватил, и так далее. Это очень спорные вопросы, исторически сложные. Был ли часть у Китая, не был ли часть у Китая. Сейчас я не готов это обсуждать компетентно, не являюсь в этом вопросе, в этом вопросе не являюсь специалистом. Но Китай в целом, ну, многие годы после того события со Вьетнам, Вьетнам проводит мирную политику. Эта политика очень выгодна Китаю, развивается очень бурно. Ну, для примера вам скажу, что в 79-м году, да, в 79-м году, если считать ВВП, это ужасный показатель. Китайская Народная Республика производила продуктов на 1 триллион долларов, Советский Союз на 3 триллиона долларов, Соединенные Штаты на день. Все поменялось уже после второго десятилетия 21 века. Россия примерно на те же 3 триллиона долларов, хотя доллар стал дешевле. Соединенные Штаты порядка 18 триллионов долларов, где-то 18-19 триллионов долларов, валовый внутренний продукт, а Китай, по показателю паритета покупательной способности ВВП, он производит уже больше, чем Соединенные Штаты Америки. Посмотрите, какой скачет. Начиная, ну, скажем так, для ровного счета, с 80-го года по 20-й год, за 40 лет Китай увеличивает объемы производства в этом валовом внутреннем продукте, получается в 20 раз. В 20 раз. Россия практически осталась на том же уровне. Соединенные Штаты приподнялись, там где-то процентов, ну, там, не процентов, по, ну, с 9, считайте, до 21, в 2 раза. То есть Китай в 20 раз, Соединенные Штаты в 2 раза. Ищет тенденция довольно-таки серьезная. Для Китая нет необходимости заниматься, Китай не является империалистической страной, он не делит в этом смысле, нет задачи деления мира, он большую часть стоимости, ну, большую часть производства, ну, стоимость тоже может быть, потому что там есть многоугладность, производят на территории Китая силами китайских, остро стоит вопрос Тайваня. Но большинство стран уже признали, что Тайвань это часть Китая. Китай готов по принципу, как он с Макао и Гонконгом, уже готов объявить, ну, не объявить, а принять Тайвань в родную гавань, что называется, при условии, что сохранит там практически все отношения, те тоже разные отношения, на много-много лет, и, как пообещал, Гонконг, и практически это выполняет. Они сами мешают это выполнять своими неразумными и безосновательные выступления в Гонконге, и стремиться к этому. Сами вынуждают провоцировать на то, чтобы Китай быстрее устанавливал свою политическую власть там, в Гонконге. Ну, не исключают, некоторые исследователи не исключают, что военным путем Китай готова вернуть Тайвань, если это не удастся сделать верным путем. Ну, получается, это внутрекитайское дело, и кому в это лезть не надо, особенно Соединенным Штатам. Китай уже предупредил, в том числе Соединенные Штаты, что не вмешивайтесь в наши внутренние китайские. Китай огромные территории, и когда запугивают, что Китай там захватит, там, Дальний Восток, Сибирь, да они свои территории, где жить тяжеловато, холодновато, они не очень-то их заселяют. Там 70% китайцев практически проживают на юго-востоке. Китай VMware Китай Китай Субтитры создавал DimaTorzok